Доброго времени всем тем, кто включил Данное видео сознательно или тул по нему случайно Сегодня я бы вновь хотел поговорить О слабо заселенной нише гоночных игр О которой я уже ранее упоминал А точнее о гонках на более-менее природном покрытии На бездорожной технике легких и уязвимых классов И поскольку данный жанр не так сильно востребован массами Как автомобильные гонки Соберу-ка я в кучу несколько представителей Этой ниши разных времен И первый проект, на который я бы хотел пролить свет Уже в принципе находится на наших экранах Среди общей массы геймеров Это относительно непопулярная игрушка Но проект весьма запоминающийся Если он конечно хоть раз попадал к вам в руки Motocross Madness 2 Разработка знаменитой Rainbow Studios Под издательством самого Microsoft Games Прямиком из 2000 года Посыл вставить эту игру в это видео Как обычно ностальгия Игра как следует догадаться из названия Про Motocross и про большинство направлений Этого вида спорта И главное направление, которое отложило в памяти Эту игру Enduro Race Гонки по контрольным точкам со свободой перемещения на различных местностях Есть конечно и национальные этапы И суперкроссы, и труковые шоу И все-таки основная привлекательность заключена в категории Enduro Имеет приличное количество локаций с огромными территориями На которых помимо нашего спортивного интереса происходит какая-то жизнь И во время заезда игра не кажется какой-то глухонемой Даже невзирая на скудные возможности тех лет О каком-то реализме тут говорить конечно же смысла нет Физика без излишней изысканности, но это не мешает геймплею быть драйвовым Игра просто состоит из постоянных аварий Которые в принципе не раздражают, а в основном только веселят На протяжении всей гонки все время происходит какой-то замес Причем у всех на равных условиях Особенно радует неглухая заскриптованность оппонентов Все летают и кувыркаются ровно в зависимости от ситуации Разматываются об деревья, пробиваются с высоких прыжков Ну и конечно же при столкновениях А до кучи и выполнение трюков нередко заканчивается бешенством земной гравитации В итоге могу сказать, что хорошая была игра для своего времени Жаль, что не получила продолжение и развитие в таком ключе Была конечно еще одна часть Motocross Madness 2013 для Xbox Но это уже другая история, которую может быть мы когда-нибудь зацепим Вообще, как мы знаем, развитие Motocross в играх развивается какими-то лилипутскими шагами И далеко не все крупные компании берутся за освоение этого жанра Поэтому предлагаю переметнуться на 13 лет вперед и взглянуть на попытку эволюции Motocross в играх Нет, я не буду говорить о знаменитом MXGP или MXVS ATV, о них я уже кстати говорил А заценим другой малоизвестный проект известного разработчика Это где-то года три назад я задал в Майли вопрос Подскажите мне какую-нибудь игру про Motocross И незамедлительно последовал ответ Игр про Motocross мало, но если хочешь погоняй в MXVS ATV Или Mute Film Motocross World Championship Рефлекс, естественно, мне был уже известен Ну а вот второй вариант я взялся усиленно разглядывать Игрушка оказалась действительно про Motocross С оберткой аниме в духе какого-то киберпанка Положительно проявилась довольно яркая картинка, четкие текстуры И довольно живая анимация Что с уверенностью позволяло назвать игру красивой Ну а вот по поводу геймплея стало понятно, что игра сугубо на любителя Я вот лично непривередливый и докапываться до физики не стал Тем более, что характеризуется игра все-таки как аркада Но с первых кругов дистанции понятно, что любителями хардкора физика будет расстреляна Двигатель мотоцикла работает исключительно при прикосновении колеса с землей И то сцепные свойства и передача момента крайне сомнительны В воздухе же мотоцикл просто летит Без всяких весовых горизонтальных сил А что касается знаменитого скраба для съедания вылетов То тут это основной элемент, вокруг которого построен весь геймплей Подъезжая к трамплину, загорается зеленая лампочка Жмешь пробел, гонщик вайпает мотоцикл Если продолжать жать пробел, то в этом вайпнутом положении замирает И после распуска такого трюка мотоцикл выпрямляется в вертикальное положение Что при посадке дает неизвестно откуда взявшееся ускорение И в таком ключе выстроена любая гонка за исключением трюкового шоу Будь то заезд один на один, бег по чекпоинтам или обычная гонка Но это все правила разработчика в аркадной среде Ну и тянет все это за собой довольно притягательный эффект Что касается остальных трюков, то они доступны лишь в специально отведенном для этого режиме Которые втянут в игру за уши, судя по всему, для галочки Скудные невыразительные трюки, которые, кстати, нужно покупать за игровую валюту И однообразные полигоны для фристайла В общем, похвалиться своими способностями негде и нечем Финансовые же вложения, заработанных в гонки валюты, имеют довольно широкий спектр услуг За деньги можно купить нового гонщика Вступить в какую-нибудь команду производителя Переобуть новый шлем на голову Нанять спонсора или усилить действия энергетического напитка Которые во время гонки дают некий прирост характеристик пилота Которые, кстати, также увеличиваются и прокачиваются за деньги Да, если ожидать от игры какого-то реалистичного мотокросса То она, безусловно, разочарует Но если подойти к этому ко всему с улыбкой И воспринять все это как мобильное приложение Которое является таймкиллером То в качестве пустой траты времени игра вполне себе подойдет Называть этот проект дюрьмищем я не буду Так как и без того игр про мотокросс мало Да и все-таки и играть в это тоже интересно Правда, если не очень долго А вас в комментариях попрошу написать Чего там у нас еще по мотокроссу-то есть? И пока вы там не начали строчить, сообщаю Что для данного видео планировалась третья игра Который я решил все-таки отложить на следующее видео По известным одному мне причинам И не скрываю Это будет Pure Blur Так что его в комментариях можете не писать Видосик будет на днях, надеюсь И на этом я с вами попрощаюсь Давайте удачи, продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok